Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Мы предлагаем вам провести немного времени вместе, чтобы поговорить о рязанских делах и новостях. Обсудим события, послушаем комментарии, сделаем выводы и вообще подведем итоги этого дня. Коротко о главном сегодня. Наш человек в Госдуме, рязанский либерал-демократ Александр Шерин, неожиданно для себя стал депутатом российского парламента. Делать, как обещано, рязанский губернатор раскритиковал медленные темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Канищеве. И снова попрощаемся. Рязанские судебные приставы в очередной раз пообещали, что самовольно построенного здания в центре столицы области горожане в скором времени не увидят. А теперь приступим к самой, что именно есть конкретике. Вчера вечером многие рязанцы добирались с работы домой с превеликим трудом, простаивая в пробках и накапливая так называемое дорожное раздражение, которое, к сожалению, частенько выливается уже дома, на родных и близких. Как правило, ни в чем не повинных. Причиной всему стала авария на улице Октябрьской, где померились автосилушкой «Лада» 15-й модели и тяжелый грузовик. Победил, понятное дело, сильнейший. И он же сильнейший, по данным ГИБДД, оказался неправ. Пока выяснялись обстоятельства, движение в окрестностях попросту замерло. Фура или тягач – машины серьезные, с ними легковушка спорить не моги. Но в городе царство грузовиков – это нонсенс. Наши дороги для широкого прогона тяжелых машин не подходят, они и так перегружены. Да и горожан, если спросить, а оно нам надо, то получим ответ, большей частью, в неформатном для прессы стиле. Дескать, не надо нам оно. На сегодня есть информация, что большегрузы с рязанских улиц будут изживаться, как данность. С подробностями об этом Наталья Новикова. Большегрузы – это быстро разбивающиеся дороги, загазованность атмосферы и, конечно, это пробки и аварийные ситуации. Крупногабаритный неповоротливый транспорт, зачастую еще и благоухающий выбросами, в час пик в центре города мало кого может порадовать. А вот затруднить и без того не слишком быстрое, агрессивное и нервное городское движение может запросто. Конечно, водители крупногабаритной техники тоже люди, им тоже нужно куда-то ехать. А кроме того, попадать из пункта А в пункт Б. Проблема в том, что решить эту задачу можно разными путями, а вот выбирается чаще всего, конечно же, самый короткий путь через центр. То есть, несмотря на и под запрещающие знаки. Рязанские госавтоинспекторы в очередной раз провели рейд под кодовым названием «Большегруз», во время которого и ловили нерадивых водителей грузовиков, по всей видимости, принципиально не замечающих запрещающие знаки. Нарушителей оказалось немало. Образно говоря, зверь буквально бежал на ловцов. Оправдывались в основном тем, что других дорог не знают. А 500 рублей, такова сумма штрафа, видимо, не те деньги, ради сохранения которых объясненные пути можно узнать. А узнавать действительно пора. В самом ближайшем будущем контроль за большегрузами в нашем городе ужесточится. Уже с 1 декабря этого года схема движения грузового транспорта на территории столицы области будет изменена. Данные изменения, они в основном будут касаться дорожных знаков. Они будут, так скажем, одни знаки демонтированы, установлены другие. То есть грузовики с разрешенной максимальной массой до 7,5 тонн могут под этот знак проезжать. 7,5 тонн выше проезд будет запрещен на основных, центральных улицах города. Но он будет разрешен в период времени с 24 до 6 утра. То есть в ночное время, когда они не будут создавать никаких помех для других участников дорожного движения. Более подробную информацию на официальном сайте администрации города любой грузоперевозчик может для себя посмотреть. Сегодня стало известно, что руководитель фракции ЛДПР в нашей областной думе Александр Шерин сменил статус. Теперь он стал парламентарием федерального масштаба и будет депутатствовать в думе государственной. Мы связались с Александром Николаевичем по телефону и поздравили новоиспеченного рязанского человека в Госдуме. Во-первых, это стало для меня полной неожиданностью, приятной. Во-вторых, хорошая практика нашей фракции в Государственной думе. Депутаты идут на повышение в различные исполнительные структуры. Освобождаются места вакантные и Высший совет партии ЛДПР принимает решение о передаче этих вакантных мандатов остальным кандидатам, находящимся в списке. Я очень благодарен избирателям ЛДПР, руководству партии Высшего совета ЛДПР за то, что приняли решение передать вакантный мандат депутата Государственной думе мне. Естественно, будем согласовывать руководством партии с фракцией о том, в каких комитетах необходимо присутствовать. Работа будет концентрироваться в соответствии с программными установками нашей партии, потребностями наших избирателей. Естественно, помним те наказы, которые нам избиратели Рязанской области давали, как на выборы в Государственную думу, так и областную думу, городскую думу. Будем работать и надеемся, что будет польза и избирателям, жителям нашего региона, Российской Федерации, партии ЛДПР. Ждем от нашего депутата эффективной работы в законодательном органе власти государства. Тем более, что законы вещь капризная, поскольку наличие закона или нормативного документа отнюдь не означает автоматическое решение проблемы. Тема, коротко говоря, если закон исполняется, то он закон, а если нет, то это не более чем бумага, которая вместо в толстом сборнике том, что пылится в дальнем ящике бюрократического стола. Сказано, сделано. Старинные правила очень редко у нас исполнялись в должной мере. На это посетовал губернатор Олег Ковалев во время заседания регионального правительства. Главный рязанский начальник имел в виду строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Конищеве. Вначале его строили и строили, да только вот за что не возьмутся наши застройщики, все у них выходит в торговый центр. Так было и с Конищевским комплексом. Начали возводить спортивные сооружения, а потом понемногу стали перевинчивать его опять-таки в торговые. Мы вели долго работу с компанией-застройщиком, и в результате родилось соглашение между городской администрацией и компанией-застройщиком о том, что они в августе, к сентябрю этого года построят физкультурно-спортивный комплекс, была выделена земля рядом с, там недалеко от этого же торгового центра, построят физкультурно-спортивный комплекс до сентября этого года. Я недавно был с объездом пока нищего, там смотрел среди других вопросов, увидел, что завершение строительства еще далеко-далеко. То есть свои обязательства застройщик не выполнил. Губернатор поручил заместителю-председателя правительства области Шаукату Ахметова разобраться в ситуации и дать предложение. Я вижу два варианта. Либо остановить все стройки, которые ведет эта компания, либо добиться реального графика окончания строительства физкультурного комплекса и закончить объект в кратчайшие сроки, сказал губернатор. Насчет исполнения решений государственных органов власти и законов разговор в России всегда складывается странный. Послушал бы, скажем, житель страны Германии наши новости, то и сказал бы, эти русские опять по телевизору сказки рассказывать. Не может такого быть, чтобы законы не исполнялись. Не может, да и все тут. А мы бы тогда ему еще одну темку подбросили про самовольно построенное здание в самом центре столицы области. Того самого на Астраханской, она же Ленина-22. Как оно там вообще появилось? Тайна великая есть. Почему не заметили вовремя этот самострой? Тайна номер два. Почему не снесли после решения суда? Тайна номер три. И почему этот громадный двухэтажный сарай до сих пор благоденствует в непосредственной близости от муниципалитета и прочих властных зданий? Тайна номер четыре. Вот сколько сразу тайн. Да и сколько еще будет. Который раз судебные приставы пытаются ответить на простые вопросы репортеров. Почему и доколе? Вот еще одно заверение в том, что строение будет стерто с лица Рязанской земли. Предоставление отсрочки закончилось, которое было предоставлено судом. В настоящий момент дважды должница привлечена к административной ответственности. Штрафы уплачены. Но в последующем теперь нам придется вновь, как уже и мы ранее говорили в начале года, что раз самовольно она не снесла и не установила в добровольном порядке и в установленной стройке соответственно, то теперь уже придется службе приставов вновь осмечивать это здание, запрашивать деньги с федерального бюджета. Понимаете, что под конец года, наверное, это будет не очень удачное время. И в последующем уже сносить специализированной организации, которая будет уже в соответствии с 44-м федеральным законом выбрана. Рязанские приставы дали, кстати, целую пресс-конференцию на тему коррупции и борьбы с ней, в том числе в рядах самих судебных исполнителей. Слушала, запоминала, а потом и сообщила обо всем Наталья Нуркова. Оксана Никонова, которая на данный момент исполняет обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов в Рязанской области рассказала о том, за что приставам предлагают взятки, а также о последствиях таких попыток. В 2014 году от работников управления поступило 10 сообщений о попытке дать им взятки. Двое граждан были задержаны непосредственно при попытке взятку передать. В этом году у нас есть такой прецедент. Одним из граждан Узбекистана судебному приставу ОПДС было предложено материальное поощрение за то, чтобы не сопровождать его в специальный приемник Управления Федеральной миграционной службы для последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Естественно, сотрудник одного из районных подразделений довел эту информацию до руководителя отдела противодействия коррупции и, соответственно, были проведены определенные мероприятия. И данный гражданин был уже, можно сказать, на сегодняшний день, что уже состоялся приговор в отношении него обвинительный. Ему вынесено наказание в размере 135 тысяч рублей штрафа. Штраф оплачен. И непосредственно сегодня он выдворяется за пределы Российской Федерации, то есть непосредственно на родину. Другой гражданин-должник по алиментам пытался дать взятку за снятие ареста со своего транспортного средства. В настоящее время его дело передано в суд. Также Оксана Никонова подчеркнула, что в управлении постоянно ведется работа по выявлению противоправных действий самих приставов. В текущем году в отношении бывших работников ведомства были возбуждены два уголовных дела за присвоение средств с использованием служебного положения. Два судебных пристава получали от должников деньги по исполнительным производствам, но не перечисляли их взыскателю, а присваивали себе. По одному уголовному делу вынесен обвинительный приговор суда, согласно которому бывший работник выплатил штраф государству в размере 20 тысяч рублей. По второму делу проводится предварительное расследование, сообщили в ведомстве. Сегодня в здании Рязанской областной думы собрались председатели районных парламентов. Обсуждались последние законопроекты о местном самоуправлении, рассказывает Глеб Галушкин. В стенах Рязанской областной думы региональные и муниципальные депутаты обсудили законопроекты, связанные с реформой местного самоуправления. Базовая идея новации состоит в том, чтобы сделать более эффективным, дееспособным местное самоуправление. Максимально приблизить этот уровень власти к людям. Правительство региона, депутатами всех уровней, представителями муниципалитетов, общественных советов проведена серьезная работа по определению оптимальной модели организации местного самоуправления в нашей области. Первый законопроект касается унификации названий органов местного самоуправления. Например, будет единообразное номинование представительных органов. В городах и поселках городского типа это будет Дума, в сельских поселениях – совет депутатов. Второй законопроект определяет порядок формирования органов местного самоуправления. Например, депутатский корпус муниципального района будет состоять из глав поселений. Они же из своего состава выберут главу муниципалитета. А вот в сельских поселениях порядок избрания главы будет закреплен уставом поселения и зависеть от местных условий. Кроме того, с муниципального на поселенческий уровень планируется передать целый ряд полномочий. Это вызвало довольно оживленную дискуссию. Впрочем, говорили о том, что многие вопросы местного значения уже и так решаются на местном же уровне. Например, чтобы почистить сельскую улицу от снега, жители не дожидаются решения районного совета депутатов, а идут к главе поселения. Кстати, сами представители муниципалитетов высказались за такую передачу дополнительных полномочий положительно. Мы здесь все непосредственно принимали участие в его подготовке. Но самое главное, что этот закон учитывает интересы жителей района. Жизнеобеспеченность, которая зависит от каждого человека, будь это дальняя деревня, будь это районный центр. Вот эти вопросы жизнеобеспечения, они, конечно, останутся у поселениях с 2016 года. По итогам совещания представители муниципальных образований одобрили все три законопроекта, реформирующие местное самоуправление. А далее уже депутаты регионального парламента будут дорабатывать нормы и положение этих законопроектов на профильных комитетах. Ну и последнее на сегодня. Ровно 200 лет назад в семье помещика родился будущий классик родной литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. Тонкий, пронзительный, гневный. Так характеризовали современники незаурядный талант молодого офицера. А еще он был человеком отчаянной смелости, поручиком знаменитого Тенгинского полка, обладателем золотого оружия, награды, которая вручалась за исключительную храбрость. Когда-то в юном возрасте будущий поэт проезжал через Рязань. Он направлялся тогда на учебу в Москву. Это установлено краеведами. А следом появились и наши местные легенды. Например, некоторые всерьез утверждали, что Лермонтов некоторое время жил в Рязани, работал здесь секретарем в каком-то учреждении. Но биография поэта давно расписана исследователями буквально по дням. Тем более, что и пожить Лермонтову довелось ярко, но недолго. Рязанского эпизода, сколько-нибудь заметного, в его жизнеописании нет. Так что мы чтим и любим его не как экс-горожанина, а как национального поэта, сказавшего свое неувидаемое слово в русской литературе. На сегодня у нас новостей больше нет, зато есть информация о том, как будет продолжаться эфир. Далее выходит программа подробностей, ее ведущая Олеся Харлина ждет в студии депутата Рязанской областной думы Михаила Крылова. Речь пойдет о дальнейшем развитии нашего пешеходного центра города, улицы Почтовой. Так что ждем программу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова